Итак, раскрутим наше зарядное, вот это все выбрасываем, вставляем только две клеммы плюс-минус и гнездо зарядки. Это все не нужно. Ну да, места здесь маловато, будет проблематично сюда засунуть. Скорее всего, будем ломать вот эти перегородки, возможно под бунты. Сломаем вот эту, надо нам держаться, придумаем. Так, сломал я перегородки наши, значит преобразователь наш сюда четко встает, нигде ничего не мешает. Кстати, забыл сказать, преобразователь этот XL4015. Он 5 амперный, но 5 ампер он не выдержит, он сильно греется, больше 100 градусов. Даже при 3 амперах он горячий, как утюг. поэтому будем выставлять его на 1,5 ампера. Есть еще преобразователь чутка побольше, XL4016. Он уже идет с радиаторами, мощнее гораздо, на 9 ампер. С него мы будем делать блок питания, либо зарядная аккумуляторная батарея. также выпаять SMD-шные диоды и будем их переносить на лицевую часть. Вольтметр у нас встанет только сюда. так как больше места здесь нету, тоже сделаем отверстие под него. Скорее всего сделаем тумблер. Выпаяли наши светодиоды. Вместо них будем припаивать вот такие. Здесь просверлим, ставим под вольтметр. Сделаем вот такое отверстие и переключатель будем ставить сюда, чтобы он постоянно не горел в вольтметр. Ну что, припаяли наши светодиоды. Старые мы выпаяли, поставили обычные. Все термоклеем залили. Вольтметр, переключатель на месте. Ну что, будем проверять. Блок у меня на 22 вольта. Включаем розетку. По умолчанию стоит 10 вольт. Нам нужно на три аккумулятора выстоять 12,6 вольт. Один аккумулятор, полная зарядка 4,2 вольта. 4,2 умножаем на 3, включаем 12,6. Так. И выстоим мы их на полтора ампера. Здесь есть подстроечные резисторы. Один отвечает за силу тока, второй за напряжение. Сейчас мы выставим наши 12,6. Крутим по часовой стрелке. Вот, выставили 12,6. Аналогично выставляем силу тока. Включаем наш встроенный вольтметр. Сверяем 12,6. Ну что, выставляем силу тока, собираем крышку и проверяем. Ну что, проверим наш блок в работе. Все подсоединяем. Включаем блок. Загорается зеленый светодиод. То есть у нас с блока идет напряжение на подставку. Круповерт рабочий. Смотрим на плюс-минус соединяем их правильно. То есть должен загореться центральный светодиод. Белого цвета. Значит на него пошла нагрузка. Смотрим. Пошла нагрузка. Идет заряд. Красный светодиод. Проверяем. Делаем короткое КЗ. Должен загореться. Защита вот перед полюсовкой. Вот. Срабатывает защита. Работает. Дальше. Проверяем наш вольтметр. Который мы встроили сюда. Мне не нужно, чтобы он постоянно горел. Показывает 12,6. Выключаем. Вынимаем блок из розетки. Если же мы хотим посмотреть какой у нас заряд остаток. Подсоединяем его просто. Включаем вольтметр. И смотрим у нас 11,4. А полный заряд 12,6. То есть он сейчас разряжен. Таким образом можно смотреть уровень заряда. Вот и все. Шурик приобрел вторую жизнь. Когда наш ксенон, центральный светодиод, потухнет, загорится зеленый. Это значит, что у нас на аккумуляторе 12,6 вольт. То есть он уже заряжен. classroomet chilly. Хотит имеющиеся выключить керастику. По схеме я в spaciousной мощности, говорить о чем phase трое Хан. По психометрике вынесли. Вот и здесь, что ваша характер керастику, По психометрике вынимает, б pokу. Прек containers, а цвет inclusion, и осень попnad, тут же смешать. Продолжение следует...